Мы на месте. Мы приветствуем Тамару, интересуемся, готова ли она к чистке, доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса. Она показывает себе, да, она доверит. Она берет рукой вот так себя, да, и оттягивает эту слизь. Включаем внутренний белый свет Тамаре этим светом, она выдавливает из своего биополя все эти чужеродные энергии. Один, два, три, свет пошел, энергия выходит, помогаемая энергия, если не хватает энергии, энергия выходит, формируется шар перед Тамарой. Это голова, изо рта выходит у нее грудь, сырок. Что же это за паразит такое? Какого цвета слизь? Сейчас проверим. Здесь какое-то, но она белая и какой-то как металл. Ну металл это понятно уже кто. Сейчас будем разбираться, как все выйдет. Он меняется, как живая. Вышел в шар. Отправляю его в клетку-тюрьму. Больше ничего не мешает сканированию. Сканирования нет. Даю команду на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Т. Тамары под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скеннер сканирует все 7 тонких тел Тамары. Находит все. От слизи выстраивается прямой канал к ответственным, притягивая в клетку-тюрьму. Становится моим заложником. Значит, снизу у нее бес, дальше идет джинн, лизард и гуманоид. Вот это мы искали. Да. Откуда гуманоид? Он говорит? Нет, он не говорит. Снимаются маски и голограммы. Сущность перестает согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивает этой голограммы канал к другим ответственным, связанным с ним. Притягивая всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Гуманоид еще один. А этот, он как сломался, по роботу был. Выстраивает этого гуманоида канал к другим, ответственностью, связанным с ним. Притягивая всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. Говоришь, что здесь только моя ответственность. Ты будешь за нее отвечать. Откуда ты? Никого нет больше. Откуда ты? С Торионом. Сколько ты находишься в этом биополе? Сколько нахожусь? 14 лет. Сканнер, дай мне полноту души Тамары на настоящий момент. 98. Копию отправлял? Нет, я не отправлял копию. Здесь другой эксперимент. Эксперимент с биороботом. Какой именно эксперимент? Скрещивание. Скрещивание энергии. Гуманоидная. Чикральной системы. Гуманоидная раса и ее биоробота? Энергии ты имеешь в виду? Клонов делаете? Это не гуманоидная раса. А какая? Это не раса. Это воспроизведенная в лаборатории энергия. Скрещение нескольких организмов. В том числе животных. Животных. Не имеющих расы. Животных на земле. Несколько. Да. ДНК были добавлены в эту, как вы называете, слизь. Как мы называем. Хорошо, будем разбираться. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы будут задаваться другие вопросы. Даю команду тонкой копией. Тамары спроизвировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию. В ее биополе выстраивается также канал к этой слизи. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Тамаре. Усилию потоки в 50 раз. Переходим к Лизарду. Сколько ты находишься в этом биополе? 9 лет. С реки долгожителя. Какой у нас Джин? 32,07. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? И да, и нет. И да, и нет, мой господин. Джин, ты же не хочешь сейчас потерять свою чулму, все свои магические артефакты, серьги, кольца, сосуд с деньгами? Нет, конечно, нет. Ни в коем случае. Это самое дорогое и единственное, что у меня есть. Тогда давай с тобой договоримся о том, что ты мне будешь говорить правду. Если ты будешь мое время использовать на то, чтобы мне рассказывать неправду, я это проверю. Я могу тебя наказать. Я не хочу этого делать. Только правду. Хорошо, и так, сколько ты наказал? Я честный, Джин-Джин. Есть у тебя контракт? Ну, понимаешь. Да или нет? Все началось с того, что мы шли к контракту, но потом ее настроение резко изменилось. Поэтому с моей стороны, да, с ее нет. Хорошо. Когда это изменение произошло? 5 лет. 5 лет назад. Хорошо. Может, она нас может просили, сколько лет ты находишься в ее биополе в общем? Так я же сказала, 8. 8 лет. Ну, я буду проверять. Может, ты ошибся? Хорошо. Какой у нас бес, Вера? А может, 9. Вот видишь? Подожди, переключусь. Без 9. Без 9. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. И последний вопрос. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Тамара? Мы ее сегодня чистим. Бес присутствует. Кто из вас? Джин присутствует. И Джин присутствует. Хорошо. Кто из вас присутствует в биополе мужчины, с которым живет Тамара? Своих хватает. Без говорит. Согласен. Ждем окончания реверса. Что идет в эту слизь, Вера? Здесь подавленность очень большая. Это, да, идет. У нее она очищается от этой слизи. И у нее подключки гуманоида на голове. Проявились, да? Как шапка, да. Скэнер. Пока идет реверс, отключи эту конструкцию над головой гуманоида на его чистоте. Все чипы, датчики, импланты, конвекторы выводятся вместе с конструкцией, отправляя в клетку тюрьму. У нее руки, тело, бедра, ноги, как спицами проткнуты вместе с этой конструкцией. И все эти спицы отдают определенный импульс в эту шапку на голове. Это импульсы боли. У нее как лаборатория на голове. Она испытывала боли в ногах. И, соответственно, эти спицы были подключены к этой конструкции. Вышла конструкция. Отправляя ее в клетку тюрьму, выстраивается прямой канал к этой конструкции. И Тамара возвращает все негативные патогены низкоаберационные, что она получила от этой конструкции. Мощным потоком усилий все в 50 раз. Все потоки усилиются в 50 раз. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Тамара забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли, забирает Тамара себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. Что возвращается? Ей возвращается и ее ДНК, биоматериал возвращается в те места, где спицы стояли. Но откуда уходит биоматериал, всегда начинается боли в тех конечностях. И еще энергия какая-то идет в голову, как свежесть энергии. У нее полностью как забетонирована голова была. От этой шапки. То есть она работала полностью на эту конструкцию. Мне интересно, как гуманоид воспримет такую идею, если я на него сегодня установлю эту конструкцию, включая на полную мощность, предварительно перепрограммировая ее. Он говорит, что эта конструкция не работает без смазки, он имеет в виду эту слизь. А почему ты думаешь, что она не работает? А я уверен. Потому что это показывает там как раз смесь, которая должна проходить через все энергетические центры. Я вынужден тебя разочаровать. Я могу перепрограммировать конструкцию даже без этой слизи. Просто на отток энергии 80%. Я надеюсь, ты получишь замечательные впечатления и поймешь. Ни к чемность для тебя, она для меня и моей цивилизации. Это небольшой прорыв. Хорошо. Но ты не сможешь доложить об этом прорыве никому, потому что ты сегодня будешь арестован. Передан в руки соответствующей организации, которая будет заниматься твоим вопросом. Я очень надеюсь, тебе есть что им предложить. Реверс закончился. Иначе это будет очень неприятное ощущение для твоего тонкого тела. Начинаем с вытаскивания. Начинаем как раз вот и с гуманоида. Осталось ли что-то, что я не вытащил на твоей чистоте? Да, есть. На спине у меня что-то, как ключ. Сканер, просто сканируй. Вытащи то, что осталось. Есть. Ключ или что это ты сказала? Да, на ключ похожее что-то. Отправляю в клетку тюрьму. Выстраиваю канал прямой от Тамары к этому ключу. И она реверсом отдает в него все негативные патогены, что она от него получила. Усилие потоки в 50 раз. Что это, Вера? Идет туда что-то? Да, идет. Туда идут такие, как волновые какие-то энергии. Хорошо. Волновые, спиральные. Он подключал ее какими-то. В общем, этот ключ как подключает всю систему, и он может регулировать его, давая в определенной области больше или меньше импульс. Какая конечная цель этого эксперимента, гуманоид? Нет конечной цели. Постоянно добавляются новые ДНК. В соответствии с человеческими, как они связываются, может, умирают или продолжают жизнь, а также скрещивание между собой. Реверс заканчивался. То есть вы берете стоимость оплаты и смерти на физическом плане, развоплощение души благодаря вашим? Нет, ты не понял. Ты сказал смерти? Я говорю про свою конструкцию смерти ДНК, скрещенных в ее биополе. Хорошо. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Тамара забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Тамара себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Как все запущено. Хорошо. Хорошо. Итак, мы забрали все на чистоте гуманоида. Идем дальше. Близзард, твоя очередь. Выходи. Где ты сидел? В сердечной чакре? Да, в сердце. Вытаскивай свое гнижо. Переживания здесь. Вот, рассказывай, как насчет... И негатив. Как ты воздействовал на нее? Переживания и негатив, ты сказал. Во сколько раз ты их усиливал? Не усиливал. Он спускал ее вибрации к негативу. Опускал. К переживаниям. Опускал ее вибрации до уровня негатива. Понижал их. Любые вибрации он старался спустить. Все равно, чтобы присутствовала грусть. Хорошо, Тамара. Вот, последнее время, последние 9 лет грусти, которую вы не могли бы... Менял. Не могли объяснить. Вот этот маленький лизард, который сидел в сердечной чакре и дергал за свои веревочки, вызывая такую реакцию у вас. Хорошо? Вынесу все. Переходим к джину. Джин. Тебе выходить не надо. Втягивай в себя всю пыль, все свои подключки, ничего не забывай. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет или оставит, он по каналу может сгореть. Я вас предупредил. Приступай. Готово. Хорошо. Идем дальше. Бес. Скажи мне, где находятся лярвы в биополе Тамары? Лярвы. У нее много из-за темнений. Это места, где стояли эти спицы. Назови их. Колени, бедра. На руках есть. В голове. Хорошо. Ты хочешь получить эти лярвы из-за темнения? Да, он хочет. Выходи сначала, снимай все, что ты оставил на своей чистоте. На месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Можешь их забрать. Приступай. У него в ногах подключка. От колена ниже. Перетягивает колени. Он ноги опухает. Я снял. Разрешаю тебе забрать все лярвы из-за темнения, находящиеся в биополе Тамары. Приступай. Готов. Хорошо. Все все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Тамары с бесом, джином, лизардом, гуманоидом и всеми его подключками. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. У нее очень сильный шум в голове, как ветер уходит. Видимо от этой... Ей боль на уши. Конструкция. Открывает их. Это от конструкции было? Да. Хорошо. Этот вопрос Тамары интересовал. Теперь она знает причину. Готова. Включаю внутренний белый свет Тамары. Этим светом она выдавливает из себя все негативная патогена, низкоабрационная, чужеродная, находящаяся в ее биополе. Преостаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек выходит. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, сформируется в шар. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3 удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Итак, проверку прошли. Лизард, я тебя первый раз отпускаю. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Бес и Джин. Я сейчас открою вам портал обоим в квартиру, где живет Тамара. Чуть позже я приду. За это время вы соберете все, что вы оставили в этой квартире на своей частоте. Бес покажет мне еще порталы в квартире, я их закрою. За это соберу бесу весь негатив в квартире, в дорогу. Устраивает? Да. Открывается портал в квартиру Тамары. Джин с Бесом идут в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли приветствую еще раз. У меня здесь гуманоид Сариона, 14 лет сидел. Был еще и робот, через которого мы его вытащили. Шар с Лизю находится, конструкция. Еще находится какой-то ключ, артефакт. Вот, 2% души ей не хватало, наверное, было это в этой конструкции. Сейчас я проверю. Сканер, дай мне полноту души, Тамары, на настоящий момент. Что? Мы все вернули. Они делали какие-то эксперименты, скрещивались с животными, как он мне объяснял. Мы собираем конструкцию гуманоида. Если здесь... А ключ? Ключ идет с конструкцией. Понятно. А робота уничтожить. Благодарю тебя. Под роботом открывается воронка в галактическое ядро, и он уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Чисто в клетке? Чисто. Поехали дальше. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Тамара, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Как я могу себя чувствовать, находясь в этих прекрасных энергиях? Чистых, ясных, радостных. У меня лишь одно слово. Я счастлива. Отлично. У нас свой куратор в комнате. Снимаются маски и голограммы. Фандом предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора, Татьяны, Тамары, прошу прощения. Представьтесь, пожалуйста, как к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Моей радости нет границ. Вы можете звать меня Клара. Я не задержу вас долго. Пожалуйста. У меня небольшое сообщение для этой души. Это ангельская душа, и она должна это знать. Ангельские энергии помогут тонким телам гармонизироваться с физическим телом и устранить все болевые ощущения и помочь организму выздороветь. Это мое главное послание. Благодарю вас, уважаемая Клара. Что она должна конкретно делать? Работать с ангельскими энергиями, понимать их, чувствовать, расширять и направлять в больные места, сжигая боль. И знаю, что ангельские энергии – это ее родные энергии. Они сильнее. Сильнее любых страхов и сущностей. Благодарю вас, уважаемая Клара, за эту информацию. Мы очень рады вашему визиту, спонтанному в нашу комнату диагностики. Никаких проблем. Вы очень вовремя пришли, потому что я по-любому хотел спросить куратора о его совете, что он хотел дать. Здесь все понятно. У нас есть единственный нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую, возможно, вы еще пока не знаете. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит в комнату диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Клары. Будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее визит, за ее слова и просто на добрые воспоминания об этой замечательной короткой встрече? Незабываемый подарок. Я не рассчитывала на подарки. Это очень приятно. И я чувствую тепло от этих прекрасных плодов. Это тепло наполняет мою душу. Благодарю вас за эту встречу. Благодарим и у вас. Если на дальнейшем этапе Тамара изъявит желание познакомиться со своим куратором и задать ему 10 вопросов, касающиеся ее развития, в этом случае мы приглашаем куратора. Возможно, мы поэтому с вами не прощаемся. Я желаю вам всего наилучшего, уважаемая Клара. До скорых встреч. Благодарю вас на этом этапе. Во благо. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Тамара. Только что приходил ваш куратор Клара. Вы ангельская душа. У вас куратор тоже из ангельского мира. И он вам хотел дать совет и пожелание, чтобы вы заправлялись ангельскими энергиями, своими родными энергиями. Направляли эти энергии в больные свои места, вытесняя и сжигая любую боль. Вы вполне в состоянии, как ангел, как ангельская душа, эти энергии визуализировать и направлять. И, соответственно, у вас все пройдет. Работайте над собой, выдавливайте негатив, выходите из этих эмоциональных реакций, неправильных реакций, злости и так далее. Это все нужно убирать из жизни, и все у вас наладится. Хорошо, мы закончили. Сейчас будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Тамары в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Говорит, что я была просто счастлива, теперь я плачу от счастья. Это очень радостно знать, кто ты. У нее очень туго идет синхронизация, потому что Биоробот забит какими-то фантомными паттернами. Фантомными паттернами, да? Хорошо, давай попробуем выдавить из Биоробота все фантомные паттерны. Значит, три, один, два, три. И все чужеродное, все фантомные паттерны поведения выходят, формируются в шар перед ней. Даже более, не только. Выдавливаем боли, все выходит. Поведение. Все из Биоробота выходит. И боль выходит, все выходит, все негативное. Какие-то знания, например, знания, что она должна плохо себя чувствовать, или ее давление должно быть высокое в определенных нормах, она знает цифры. Это привычки. Это привычки, конечно, привычки. Выдавливаем и привычки. Готов большой шар. Открывая воронку в галактическое ядро под шаром, уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Если вы хотите измениться, нужно расстаться со всем старым и открыться новому. И сейчас мы это делаем, Тамара, в вашей жизни. Хорошо. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!